Всем привет! Не могу не записать это видео. Дело в том, что давно не залазил в эту вкладку аналитика. Когда до этого залазил, были скудные данные и было рано делать какие-то выводы. Сегодня, короче, заинтересовался этой вкладкой и узнал очень любопытные вещи, с которыми я не могу с вами не поделиться. Так, ну, мой English very bad, поэтому переводим на более известный мне язык. Так, смотрите, ставим показатель за 28 дней. Что у нас тут есть за 28 дней? Ну, 1613 долларов у нас денег, оборотка. Да, лучше, чем с предыдущего периода. Типа, замечательно, заказы, сколько покупателей. Так, ну, это тут по дням всякая там штуковина. Вот здесь, что у нас интересно? У нас здесь есть вот, получается, видео, то, что продавала. А это карточка товара. Да, лайвы, лайвы у меня 0. Что тут? Сейчас будем тут смотреть, проверять. Ордер, buyers, здесь на ордер поменяем. Вот, то есть ордера в основном проду карт, то есть видео, ну, 22% только продает. Ну, тоже карточка товара лидирует по оборотным деньгам. Buyers, это же карточка лидирует. Трафик. Что у нас тут с трафиком? Ой, это я уже залез, что-то такое не очень мне знакомое. Ну, не это я хотел вам показать, что тут еще интересного на этой странице. Тут вот есть бизнес-акселератор, то есть это то, что они советуют для продвижения. И вот ответ на вопрос, можно ли просить отзывы у покупателей. «Просите клиентов оставлять отзывы о вашей продукции». Вот, можешь увеличить продажи на 3%. Вот, то есть они сами прям пишут вам, что просите отзывы. Просто многие до сих пор спрашивают, а можно просить, не накажут ли, все ли будет хорошо. Возможно, мы... Быстрее. Что еще они тут нам советуют? Вот, тик-ток тут подсказывает прям, чтобы продвигаться, что надо делать. Вот, все это есть. Так, ну на этой странице я больше ничего интересного для себя не нашел. Двигаемся дальше. Рост идей мы только что посмотрели. Прямые эфиры и видео. Давайте посмотрим, что у нас наторговали прямые эфиры и видео. Напоминаю, что прямые эфиры и видео – это, собственно говоря, когда мы работаем с аффилейтами. Работаем мы с аффилейтами. Что мы тут видим? Так, за сколько? 28 дней ставим. За 28 дней, то есть видео аффилейтов, мне принесло 0 рублей, 0 копеек, 0 долларов и нету продаж. За 28 дней все вот это вот. Так, прямое видео. Но тут ничего не будет, потому что там был 0, поэтому, я так понимаю, здесь у нас… Да, вот были какие-то клики, что-то впечатление, но продажи – 0, заказов – 0. Это по видео. Так, это все интересно. А вот теперь мы идем на карточку продукта. Идем на карточку продукта и ставим 28 дней. 28 дней мы видим, сейчас лучше на английский переведу, чтобы тут было получше видно. Мы видим, что за 28 дней карточка моего продукта показывалась 172 тысячи раз, что было 109 покупок. И вот, собственно говоря, оборотка 900, почти 50 долларов. Вот, это карточка продукта, то есть это не заслуга аффилейтов, которые делали видео, которым я раздал за 28 дней хреново тучи товаров, в надежде, что они снимут что-нибудь толковое. В итоге, вот результаты аффилейтов за 28 дней. Вот они. Я еще раз поставлю, чтобы точно было. Вот они. И вот карточка товара. Тоже ставлю за 28 дней. Вот результат. Отсюда можно сделать вывод, что, ну, как мне кажется, лучше продвигать карточку товара. По крайней мере, ну, с моими товарами. Мне. Потому что, ну, результат тут очевиден. Вот сейчас мы еще раз смотрим вот эту вот штуковину. Это как раз откуда идет трафик-то с этой карточки товара. И вообще, какой может быть трафик на эти карточки. Вот. Для тех, кто не знает, что такое карточка товара, там... Сейчас покажу. Тут будут скрины. Вот. То есть, когда вы заходите в шоп, то есть у них... Точнее, заходите в тик-ток. Тут плохо видно. Есть такой раздел в шоп. Да, вы заходите. И тут у них, ну, магазин наподобие как амазоновского. И тут, собственно говоря, размещаются ваши товары. Карточки ваших товаров. Там можно отфильтровать по категории, по цене. То есть, ну, все то же самое сделать, что и в Амазоне. Вот. И вот у меня, получается, через поисковик люди покупают гораздо больше, чем, ну, скажем так, они покупают. Через аффилейтов не покупают вообще. При условии, что я там, ну, как сказать, выставил нормальные критерии для аффилейтов. То есть, у аффилейтов там много просмотров, много продаж. Но у меня ноль. Просто конкретный ноль. Так, давайте разбираться теперь здесь. Откуда же идет у нас трафик самый такой основной. Больше всего показов – это рекомендованные. Тут я переведу на русский, чтобы было попроще. Да, рекомендации. Что это такое? Рекомендованный канал относится к главной странице рекомендованной системы платформы. Она может принести больше реферерального трафика. Вот. То есть, есть там такая вкладка, как рекомендации. То есть, вы, когда заходите в шоп, помимо того, что, ну, как там можно искать непосредственно товары по названию или по категориям, есть еще вкладка рекомендации. Вот. И больше всего, то есть, больше всего просмотров было именно оттуда. Так, это рекомендации вкладки «Магазин». Это другие рекомендации страниц. Ну, не знаю, какие там другие. Так, зрителей. Да, вот зрителей 99 тысяч. Да, но количество продаж у меня получается на 156 долларов с помощью этих рекомендаций. Вот. Двигаемся дальше. Дальше это поиск. Это, собственно говоря, когда люди вот прям вот в ТикТоке заходят вот сюда вот и пишут что-то, какие-то ключевые слова они пишут. Да, и вылазит мой товар. И я могу сказать, что у меня по вот этому показателю по деньгам больше всего. Ну, правда, не очень вот этот показатель конверсия. Ну, в процентах, в общем. Да, но я сегодня проанализирую все вот это штуковое. Но я сегодня займусь тем, что я переделаю название своего листинга. Потому что, проанализировав, ну, конкурентов и там еще одну вкладку, может, попозже про нее расскажу. То есть, ключевые слова я нигде не нашел, что... Ну, короче, ТикТок я нигде не нашел, где ТикТок просит в описание добавлять ключевые слова. Он везде предлагает в названии включать. Поэтому, ну, пока у меня нет доказательств того, что ТикТок ранжирует ключевые слова в описании. Я это пока не нашел, но то, что в названии, это 100%. Вот. И, соответственно, по поиску, то есть, народ заходил. Что мы здесь видим? Поиск на главной странице вкладки магазина. Поиск на главной странице ТикТока. То есть, это когда уже зашли в магазин, а это просто вот в ТикТоке. То есть, ребята забивали какие-то ключевики, которые есть у меня в названии. Они вылазили, но показывались мои товары. И, собственно говоря, большая часть продаж была сделана именно вот так вот. Так, повышение. Что это такое? А, участие товара в акциях. А, да, вот. То есть, я все свои товары продаю с флеш-дилом. Вот. Геморройное, конечно, занятие. Надо каждые три дня не забывать заходить, то есть, ставить эту акцию, потому что она всего на три дня. То есть, и вот через акцию флеш-дил у меня, потому что у меня только флеш-дил. То есть, у меня, у меня, у меня ничего не продалось. Парам-парам-пам. Вот, ну, то есть, это кто искал. Просто там есть, как сказать, вкладка акции. То есть, заходишь туда и смотришь по акциям. То есть, они заходили, смотрели, но именно эта вкладка ничего не принесла. Но это не значит, что не сработал флеш-дил. Потому что они могли посмотреть в рекомендациях, либо в поиске, и увидеть, что там еще стоит надпись флеш-дил, и, соответственно, ее воспользоваться. Поэтому акции, всякие скидки, флеш-дилы, ну, надо ставить. Так, двигаемся дальше. Да, так, так, так. Двигаемся дальше. Дальше магазин. Что это относится? Так, это магазин. Это, то есть, когда они заходят на магазин на твой, то есть, где все карточки товара. Вот, но правда, тут непонятно, как они попадают на этот магазин. Вот вход в магазин по информации, вход в официальный магазин, страницы магазина. Так, это все понятно. Но в магазин-то они как-то должны попасть, они же не ищут его через поиск. Вот, но видно, для тех, кто дошли до магазина, то есть, они, посмотрели рекомендации, то есть, они нашли товар, потом перешли там в магазин, и вот в магазине, видно, перешло от 568, и, ну, было вот на 32 доллара продажи. Вот, что касаемо магазина. Двигаемся дальше. Это страница, на которой создатели могут помочь продавцам, продавать свои продукты. Короче, у этих, у афилейтов, у них есть своя витрина, то есть, куда они добавляют свои товары. И опять возвращаясь к теме афилейтов, то есть, ну, ноль продаж у меня. То есть, афилейты мне вообще ничего не приносят. У меня реально продает только вот магазин, карточка товара, другое, что это такое. Дополнение к трафику, другие источники это. Поделиться, центр купонов, корзина. Ну, короче, всякая такая штуковина. Вот, тоже мне принесло, принесло, принесло. Но, кстати, на втором месте. 500, ой, 258. Это что у нас такое? Это поделиться, центр купонов, корзина покупок. Так, ну, поделиться понятно. Центр купонов, купоны я не ставлю. Корзина покупок, корзина покупок. Но если человек хочет купить, он добавляет в корзину, это понятно. А то он и покупает. Ну, короче, не ясно вот это вот. Это вот через поделиться. Ну, короче, что-то непонятное такое, которое шифрует, поделитесь. Вот, но это, но тоже приносит деньги. Вот, и тут можно посмотреть, есть еще такая штуковина, тенденции. То есть, можно сравнить за прошлый месяц, за этот месяц, вот, за август. Ну, за август было у меня получше. Да, то есть, есть вот такие вот тенденции. Ну, собственно говоря, что я могу вам сказать? Вот такое вот я хотел записать видео, поделиться своими впечатлениями по поводу продажи. Вот, что, ну, просто, как сказать, народ делится на два лагеря, что типа одни надо работать с аффилейтами, вот, другие, что надо продавать там через карточку продаж, там рекламы и все остальное. Ну, вот у меня вот такие вот результаты. То есть, я буду сейчас переделывать листинг, вот, чтобы, ну, чтобы улучшить карточку продукта. Я понял, как это сделать. Вот, для тех, кто не знает, сейчас я вам покажу. Заходите вот сюда. Заходите вот сюда. И здесь прямо, прямо-прямо, сейчас прогрузится. Ну, короче, есть ключевые слова, которые в моей категории, то есть, моим товаром. Тут ТикТок, он сам, учитывая, какие у вас есть товары, то есть, он вам подбирает ключевые слова. То есть, какие ключевые слова, вот тут их можно ранжировать, люди ищут, собственно говоря. И эти ключевые слова, эти ключевые слова мне, собственно говоря, надо вставить в свой листинг. Вот, но при этом надо посмотреть, чтобы товары, ну, сопутствовали. Например, если я вставлю книжная сумка, но она не совсем мне подходит, она не совсем книжная. Так, чего мы тут не ранжируемся? А, ну, нет, вот еще, да, он что-то каких-то лосин понакидал, тогда мы выбираем категорию. Выбираем категорию сумки. Да, и тут он уже дает, то есть, соответственно, то, что нам подходит. И тут вот вы уже смотрите, какие ключевики и сколько показов. И эти ключевики, угадайте, что надо сделать? Правильно, вставить название своего товара. Причем это можно сделать сразу вот здесь. Нажимаете на кнопку, и там будет показано название и дополнение вот этого штуковина. Но тут, смотрите, тут иногда, то есть, тщательно попадаются бренды. Если вы вставите название чужого бренда в свой товар, то ничего хорошего, ну, с вами не будет. Я думаю, что-нибудь точно прилетит, какая-нибудь хрень. Поэтому надо смотреть, чтобы не было брендов. Ну, например, дорожная сумка ланчбокса. Если это, конечно, соответствует вашему товару, я думаю, за это никто не накажет. И 11 тысяч просмотров за 7 дней. Ну, я думаю, хороший результат для этой категории. Так, мешочки на липучках. Ну, тоже хороший, то есть, показатель. Если у вас мешочек на липучке, то вполне можно ставить. В общем, надо найти по фотографии то, к чему относится ваш товар, к чему он подходит, ну, и по названиям. И вот эти вот названия, собственно говоря, впендюрить в название своего магазина. Вот, вот эта вот вкладка, вот здесь она находится. Так, потом еще есть дальше популярные подкатегории. А, ну, это вообще просто категории общие. То есть, он тут показывается, тут, например, диспенсеры для масла. Ну, короче, общие. То есть, у меня вот интересно, у меня рюкзаки. И, ну, можно посмотреть, вот рюкзаков 33 тысячи было показов. Вот, можно посмотреть, как я вот на Азда. Добавки. Ну, добавки, понятное дело, они лидируют, миллион там всего. Тут можно посмотреть, какие подкатегории самые топовые. Это если, например, вы еще не определились с товаром, какой товар завозить, то, собственно говоря, welcome сюда. Вот, белье корректирующее, на-на-на, там всякая остальная. Помады. Вот, то есть, это подкатегория. То есть, это не крупная категория, потому что, если вот эти подкатегории, их тут получается сколько? 33 страницы по... Сколько? Ну, штук 20, наверное. Вот. Ну, в общем, это все посчитать, то тут их будет дохранища. Но все это относится к таким глобальным категориям, потому что, я думаю, глобальная категория бьюти, она бы явно, то есть, тут выигрывала. Потому что она состоит из большого количества подкатегорий маленьких. Вот. Но они пусть не в топе, но и за счет того, что их много, и там по 300, по 400 тысяч везде, то бьюти точно выигрывает. Так, это да, для выбора товара. Дальше давайте популярные продукты. Вот здесь. Вот здесь. Здесь уже конкретно можно, как сказать, привязать свой товар к конкретному продукту. Но для этого название вашего товара должно максимально совпадать с названием этого товара. То есть, здесь также можно отфильтровать. Например, мы берем объем продаж. Объем продаж мы выбираем. Ну, понятное дело, это все подряд. Мы берем нашу категорию сумки. Ну, пусть будет функциональный. Это, если вы помните, в этом, как его, в аналитике смотрел, что там есть рекомендованный. То есть, есть, когда люди через поикс заходят, а есть рекомендованный. То есть, что это значит? Значит, если я максимально подгоню свое название вот к этому пакету, вот, но у меня, правда, не такой товар, ну, на примере говорю, то есть, к этому пакету подгоню максимально, то когда люди будут искать этот товар, в разделе рекомендованный будет вылазить, соответственно, мои сумки. Вот, поэтому, то есть, мне надо выбрать товары, которые, скажем так, ну, ближе к моему товару, вот, подогнать название, то есть, учитывая, между прочим, еще вот популярные ключевые слова и названия. Но сделаю такую подсказку, что популярные ключевые слова у этих ребят уже есть в названии. То есть, моя задача сейчас найти товары, которые люди хорошо ищут, вот, и подогнать название своих товаров к названию этих товаров, чтобы в рекомендованных они вылазили. Вот, я думаю, это очень сильно увеличит конверсию моих товаров именно в карточке, ну, в поиске карточки товаров. А поскольку мы посмотрели в аналитике, что у меня большая часть, ну, не большая, а все продажи за 28 дней были через карточку товара, я думаю, что мне сейчас в первую очередь надо заняться вот этим вопросом, а не искать аффилейтов. Но с аффилейтами я продолжу работать. Да, кто знает, может быть, кто-нибудь когда-нибудь все-таки мне снимет такое видео, которое вот прям выстрелит, и у меня как будет миллион продаж за ночь. Надеюсь на это, и этого вам тоже желаем. Вот такое, короче, видео. Надеюсь, было полезно. Если было полезно, что там говорят, ставьте лайки, колокольчики, да, вступайте в нашу группу. Ссылка будет, то есть, группа по ТикТоку, где мы обсуждаем все самое нужное, вот, где мы делимся информацией. Если ты будешь активным, то в этой группе ты будешь долго, если будешь неактивным, то будешь дальше продавать на Валбересе. Вот, все, всем спасибо, до свидания.